Сотрудники МЧС занимаются сейчас расселением оленеводов, эвакуированных из-за вспышки сибирской язвы на Ямале. По Целихардам разворачивают временные городки. В обращении губернатора Ямал-Анинского автономного округа к министру МЧС России Владимиру Пучкову было принято решение направлять трех бортов. В артах загружено это имущество, это палатки, это кровати, это матрасы, это полностью городок жизнеобеспечения для людей, которые выводятся из карантинной зоны. Чтобы можно было там полностью все укомплектовано, чтобы можно было эллифтидей расселить. Для эвакуированных оленеводов доставлено продовольствие, это в том числе 3000 сухих пайков. Первый пункт временного размещения развернут в селе Ярсале на территории детского интерната. Специалисты МЧС также принимают участие в тушении на Ямале природных пожаров. Министерство усиливает там группировку спасателей. На Ямал прибыли дополнительно 30 специалистов вместе со специальной техникой, включая болотоход. На месте также работают и сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска. Лидер. Доведены в готовность подразделения центрального подчинения. Дополнительно мы можем здесь, в территории Уральского федерального округа, еще порядка 200 человек. С Уральского спасательного центра, с регионального поисково-спасательного отряда. Мы задавали вопрос о том, как набирали ребят, которые сюда прилетают. Это профессионалы, это люди, которые побывали при ликвидации ни одной чрезвычайной ситуации. Министр здравоохранения Вероника Скворцова уже заверила, что угрозы распространения сибирской язвы в другие регионы нет. Ситуация находится под контролем. Всего в окружную больницу Салихарда госпитализированы 90 человек с подозрением на сибирскую язву. Диагноз уже подтвердили у 23-х. Умер один заболевший. Это 12-летний мальчик. Сибирской язвы не было на Ямале с начала Великой Отечественной войны. Вспышку заболевания спровоцировала, как говорят, жаркая погода. Живечная мерзлота. Оттаял какой-то слой. И плюс еще и пожары, которые создают воздушные потоки. Вот все вместе создало такую ситуацию, что споры, которые действительно столетиями, несколько столетий, если не тысячелетий, просто нет подтвержденных данных, чтобы так говорить, могут сохраняться вирулентными в почве и на месте павшего животного. Они рассеялись по большой территории, потому что одновременно две тысячи оленей. Но уже сегодня глава Минздрава Вероника Скворцова осмотрела карантинную зону. Главу Минздрава сопровождал также наш корреспондент Андрей Ященко. И сейчас он готов выйти на прямую связь с нашей студией. Андрей, здравствуй. Я тебя приветствую. Скажи, как прошел этот осмотр? Приветствую тебя, Оль. Осмотр прошел довольно в таком усиленном режиме. Довольно быстро министр здравоохранения осмотрела. И само медицинское учреждение пообщалось она и с главным врачом, и с другими специалистами. Вместе с ней присутствовал также главный штатный инфекциолог Минздрава Российской Федерации. Они пообщались и с детьми, посмотрели в каких условиях они сейчас содержатся. После этого они посетили непосредственно инфекционное отделение, где сейчас находится часть запалевших и взрослых, и детей. Но журналистов туда не пустили. Это режимный объект со своими особыми правилами. И сейчас министр здравоохранения Российской Федерации полетела на спецборте в тундру осматривать карантинную зону и те места, где сейчас непосредственно находится очаг сибирской язвы. Мы сейчас находимся на аэродроме в населенном пункте Ярсале. Это административный центр Ямальского района. Можете наблюдать, прямо сейчас недавно приземлился спецборд МЧС с грузом гуманитарной помощи на борту для жителей регионов, где сейчас зона опасная, где находятся очаги сибирской язвы. Отмечу, что перед тем, как их доставить в больницу, всю одежду у них изъяли и уничтожили. Поэтому собирают гуманитарную помощь для них. Сейчас происходит процесс разгрузки. Можете наблюдать в прямом эфире. И сейчас пока нет точной информации, сколько привез этот спецборд. Но, как говорят, может быть даже больше 50 тонн гуманитарной помощи. Это и палатки, а также теплые вещи, постельное белье, предметы первой необходимости, без которых жители тундры не смогут существовать. Мы пообщались с теми людьми, которые сейчас находятся и в больницах, и в пунктах временного размещения. И вот, что они рассказали о том, как пришла эта сибирская язва. Позвонили у нас, сообщили администрации, что у нас начали умирать или они. Но мы догадывались, точнее наши отцы догадывались. Ну, мой отец догадывался то, что раньше в 41-м году тоже была язва сибирская. Вот он так и подумал, что это может быть сибирская язва. То, что говорили, что у нас чума, там нарты будут сжигать, конечно, это жалко, потому что это у нас приобрели за сколько лет-то. И нам говорили, что нам выдадут новое жилье, также нарты, вещи, ну, как пищу. Также все будут выдавать. Ну, и денежные компенсации. Ну, пока жители районов, которые находятся в зоне отчуждения, находятся в безопасности, они находятся в пунктах временного размещения. Ну, вот пока еще не решено, когда они смогут вернуться к себе домой, как они будут обустраивать свой быт, потому что на данный момент очаги, их несколько, они разбросаны, по крайней мере, как говорят местные жители на территории, примерно там 40-50 километров друг от друга населенные пункты, где была выявлена сибирская язва, и на данный момент им не сообщают, когда они смогут вернуться домой. Ну, вот я отмечу, что какой-то паники или каких-то нервозных настроений нет. Они с пониманием местных жителей относятся к тому, что произошло, они готовы подождать, но они, конечно, надеются на помощь, что они не останутся в голом поле одни, без вещей и без жилища. А этот народ кочевой, поэтому, если им не помочь, у них вообще ничего не будет, никаких средств к существованию. Но я вот отмечу, что спецборты с гуманитарной помощью прилетают периодически, затем отсюда с Ярсалы, также вертолетами их доставляют в Тундру, причем в разные населенные пункты, они разбросаны, расстояния колоссальные, несколько сотен километров друг от друга. И я отмечу, очень оперативно откликнулись и местные жители на сбор гуманитарной помощи. Буквально вот в Салихарде мы видели, как за один день огромный такой паром собрали и отправились сюда на помощь. Оль. Да, Андрей, тебе спасибо. Конечно, жалко смотреть, как у людей забирают все имущество, сжигают, но другой возможности, конечно, спасти их нет. Тебе еще раз спасибо. Это был Андрей Ященко, наш корреспондент, он сейчас работает на Ямале.